Террористы захватили человека и удерживали его в заброшенном здании. В операции по освобождению заложника было задействовано порядка 20 лабутнацких полицейских, сотрудники окружного управления МВД и отряда нацгвардии. Так, минувшие выходные прошли масштабные учения сотрудников правоохраны. На тренировочной площадке под свист страйкбольных пуль работала наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. На учебной площадке все максимально приближено к реально боевой ситуации. Армия подготовленных бойцов, камуфляж, оружие, сотни квадратных метров заброшенного здания. И где-то здесь, в запутных лабиринтах, террористы удерживают человека. Задача – спасти его с минимальными потерями бойцов нацгвардии. Сценарии по ходу игры будут меняться, будут поступать вводные задачи, будем их решать. Естественно, это отработка навыков, можно сказать, в обстановке приближенной к боевой. Потери вообще не стоит допускать, но этого не получится, наверное, в игре. Будем стараться все-таки при минимальных потерях освободить заложника, штурмануть группу. Иди вы как шли, каши, где? Вот правильно, идем за щитом. Просыпались мы в углу. Три этажа, три лестничных марша, десятки пустующих комнат и помещений. Противник может скрываться за любым углом. В руках каждого из бойцов и тех, кто атакует, и тех, кто держит оборону – страйкбольное оружие. В запасе имеются даже гранаты. Стать живой мишенью в этой боевой игре может каждый. Поднимаешь руку и говоришь, я ранен, я убит. А если есть такие люди, которые не, так сказать, не сознаются, их обычно начинают расстреливать. Прямо расстреливать и расстреливать. Там, да, такие ситуации бывали. То есть участник сам определяет для себя, он ранен или убит, либо это должны быть задеты какие-то в жизни. Это он сам для себя решает. Не решает, а сознается, либо не сознается. Потому что попадание шариком, оно ощутимо. Даже ранен немножко. Ребята перебинтовали, но тем не менее. Все это, все свои ошибки учтем. Будем, надеясь, они не пригодятся вообще нигде никогда, но тем не менее. Здесь и сейчас будем решать отрабатывать. Сказали, что вот раненый, это вот от... А, куда, да. Больно, больно бьет. Оказывается, потекло, нет? Не чувствуем? Азарт, азарт. Адреналинчик, без этого никак. Ошибки отрабатывались практически в режиме нон-стоп. Тут же корректировались боевые задачи. Медленно, но при этом в верном направлении группа захвата движется к цели. В одной из заброшенных комнат спрятан человек, и его необходимо найти. В нашем случае встреча с бойцами нацгвардии ожидает манекен по имени Валера. Барабанная дробь, и вот заложник благополучно спасен. Ощущения непередаваемые, конечно, и страшные, и адреналин захватывает. Но хоть это игра, ощущения как бы те же самые. Ну, во-первых, это самодисциплина, подготовка, тактика. То, что к реальной жизни отнестись тоже можно отсюда урок взять и применить в боевых действиях реальных. На тренировочной площадке смешалось множество чувств и эмоций. Страх, адреналин, радость и усталость. В этот день признались полицейские. Им удалось не только отработать навыки ведения борьбы с условными террористами, но и просто отдохнуть душой. Тем более, такие совместные вылазки бойцов окружной внедрительной охраны бывают крайне редко. Эту тактическую игру они посвятили 65-й годовщине охранного подразделения МВД России. Светлана Кель, Кирилл Сементьев. Программа «Время местное». Переклада Кель, Кли …